Всем привет! С вами, как всегда, я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Как вы, вероятно, уже заметили, я, показывая очередное блюдо, делаю акцент на некоторых особенностях приготовления, на некоторых тонкостях рецепта, которые в подавляющем большинстве источников, в интернете, в книгах, опускаются по какой-то причине как несущественные. Нет ли здесь заговора кулинаров? Быть может, они хотят, чтобы готовили по их невнятным рецептам, убеждали, что в ресторане в 10 раз вкуснее и несли свои денежки жадным рестораторам. Но я не побоюсь их вместе и вскрою сегодня секрет другой приготовления очередного блюда. Речь пойдет об итальянском соусе бланьес или рагу бланьес, который готовится из мясного фарша, овощей, томатов. Он обладает ярким красным цветом, потрясающим ароматом и насыщенным вкусом, если, конечно, его правильно приготовить. Его едят со спагетти, его едят в составе лазаньи, его едят, фаршируя им каннелони. Это вот такенные, здоровые, толстые итальянские макароны. Им фаршируют кабачки и баклажаны. Некоторые просто его едят со свежевыпеченным хлебом. Давайте приступим. Для приготовления этого потрясающего соуса нам понадобится стебель сельдерея, морковь, лук. И все это нужно рубить очень мелкими кубиками. И это очень важно. Почему? Посмотрите в этом ролике. Еще нам понадобятся протертые томаты. Чем гуще, тем вкуснее. Ну и вообще, прежде чем готовить что-то из моркови, помидоров или томатной пасты, пробуйте их на вкус. Если томатная паста чистая трава, то и готовое блюдо тоже будет мясо с этой отравой, приправленное солью и сахаром. В общем, вкус исходных продуктов очень важен. Да, о чем это я? Еще понадобится красное сухое вино. Пассаж про траву к нему тоже относится. Если на вкус это не вино, а уксус, то и рагу-баланеза лучше не готовить. Еще понадобится оливковое масло, стакан мясного бульона и мясной фарш. И вот тут настала пора раскрытия секретов. Рагу-баланеза – это мясной фарш, который сначала припускается вместе с овощами, а потом тушится в соусе до полной готовности. Внимание, вопрос! Если вы не стеснены финансовыми рамками, какое мясо вы возьмете для того, чтобы приготовить великолепный фарш для этого рагу? Идеальную вырезку, затищенную от всех пленочек и сухожилий? Или кусок какой-нибудь дешевой горяжки, которая, кажется, из этих живых состоит? Те из вас, кто сейчас хмыкнул и выкликнул, конечно, на вырезку, сели в лужу. Да-да, друзья мои, не удивляйтесь. Вы подумайте, этот соус тушится долго, не менее двух часов. А какое мясо лучше всего становится от долгой готовки? Правильно! Жилистое, богатое коллагеном, то есть соединительной тканью. Той самой, из-за которой человеческая кожа становится эластичной. Значит, обжаривается лук. Так что для тушения выбираем самое жилистое мясо из тех, что найдете на прилавке. Именно в блюдах такого типа она раскроет все свои выигрышные стороны. А вот какая-нибудь идеальная вырезка в таком блюде превратится в безвкусную тряпочку. Смотрите, лук у меня обжаривается на огне, даже повыше среднего, пожалуй. И я его почти постоянно помешиваю. И вот сейчас на дне, видите, начал появляться такой коричневый нагар. Это как раз-таки сахара лука карамелизуется. Значит, пора уже морковь добавлять. К луку добавлю морковь и сельдерей. Мне нужно, чтобы они тоже начали обжариваться. Тогда их сахара также начнут карамелизоваться. И вот этот вот карамельный привкус очень сильно обогатит соус. Естественно, надо помешивать и смотреть, чтобы ничего не подгорало. Недавно показывал вам ролик про домикляс. Сегодня хороший момент, чтобы его использовать. Мне понадобится вот такая вот ложка. По стакану кипятка. Для приготовления рагу баланеза используют бульон. И чем он насыщеннее, чем он ярче по вкусу, тем вкуснее будет соус. Это естественно. А что, я вас спрашиваю, может быть насыщеннее, чем вот этот вот бульон? Да его можно грызть. Так, что тут у нас с овощами? Вот смотрите на цвет лука. Уже пора выкладывать фарш. Количество и соотношение продуктов я указываю в описании видео. А фарш надо помешивать периодически. И тушить его надо до изменения цвета. Как только мясо свой красный цвет потеряет, мы тут же красного сокового вина добавим. Насчет вина хочу сказать. Смотрите. Вы можете любить или не любить вино, предпочитая ему пиво или коньяк, или вообще не употреблять алкоголь. Но при приготовлении разных блюд очень часто используется вино как ароматическая вкусовая добавка. И заменить его виноградным соком не получится. Вкус будет ему совершенно не тот. Смотрите. Если вам не нравится вкус вина, то очень может быть, что вам не нравится вкус вина именно из-за алкогольных ноток, паров спиртов и прочего. При тепловой обработке алкоголь испаряется. И в кастрюле остаются только вкус и аромат. И они причем меняются, они концентрируются. Добавлю его уже, кстати. Надо помешивать и продолжать томить будущую рагу. Поэтому, если даже и не пьете совсем вина, купите пару бутылок красного и белого, сухих. Используйте их в готовке. Сейчас все мясо напитается терпкими ароматами этого вина. И можно уже будет добавить бульона. Нагрев нужен не сильный, чтобы мясо томилось. Процесс размягчения коллагена – дело совсем не быстрое. Поэтому пусть все идет медленно. Торопиться нам не надо. Вот теперь пара бульона пришла. Наливаю и делаю огонь чуть-чуть посильнее. Все. Пусть теперь булькает варится. Примерно полчаса. Под крышкой, конечно. Полчаса прошло. Смотрите, как все выглядит. Часть бульона выпарилась. Но этому рагу еще тушится и тушится. Добавлю протертые томаты. И все это надо посолить и перемешать. Вот так. Накрываю крышкой и добавляю огонь. Всего до готовности этому соусу нужно будет томиться под крышкой примерно час-полтора. От фарша зависит. Но, впрочем, если вы не вняли моим объяснением и взяли фарш бедный коллагеном, то уже минут через 15 все готово будет. Но по вкусу, в сравнении с правильным рагу баланьеза, это будет как пиво, которое разбавили раз в пять. Так что не говорите потом, что я вас не предупреждал. И, кстати, самый классный вкус у этого соуса будет только завтра. Тут как с суточными щами. Чем больше стоит, тем вкуснее. Или с польским бигасом. Или с французским козулем. В общем, не съедайте сегодня все. Завтра вы увидите. Минут за пять до готовности надо будет попробовать. И добавить соль, может быть, сахар, если у вас помидоры недостаточно сладкие были. Перца добавить острого, опять же. В общем, выправить на свой вкус. Все готово. Этот соус в консистенции, как хороший холодец, только он еще застыть не успел. Аромат потрясающий. Вкус еще более потрясающий. Вот вам великолепный образчик блюда, который прекрасно доказывает, я считаю, что самые нежные, самые дорогие куски мяса далеко не всегда самые лучшие для вашего блюда. Готовьте. Используйте для тушения подходящие части туши. Вот и все на сегодня. Понравилось? Пальцы вверх. Если кто-то этого еще не сделал, подписывайтесь. В следующий раз, я думаю, мы из этого соуса приготовим лазанью. Новые зрители, загляните вот сюда или под описание этого видео. Там есть ссылки, где еще можно найти децепты кулинарной пропаганды. Всем спасибо за компанию. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok